Друзья мои, всех приветствую! В этом ролике мы поговорим об антифризных теплых полах в бане. Причем таких, которые совершенно бесплатны, то есть не стоят вам ничего. Я уже снимал материал по этой теме и пришло достаточно большое количество комментариев. Их было более тысячи. И основной вопрос, куда я одеваю лишнее тепло, когда топлю баню в теплое время года. Вот, например, сейчас на улице плюс 19 градусов. И мне отопление не требуется. То есть все тепло, которое получает антифриз, находящийся в теплообменниках на дымоходе, нужно куда-то деть. И вот куда же я его деваю? Мы находимся с вами в комнате отдыха. И справа и слева вы видите два радиатора по пять секций каждый. Как раз эти радиаторы служат источником отопления. И оно, как и теплые полы, абсолютно бесплатно. Но сейчас нам их задействовать не нужно, поскольку в комнате отдыха примерно такая же температура, как и на улице. Плюс 18 градусов примерно. И поэтому, друзья мои, все тепло с теплообменников будет поглощать пол. Совершенно верно. Теплый пол. Давайте войдем с вами в парную и посмотрим, как здесь все устроено. Парная у меня примерно 2 метра на 2 метра. И, соответственно, теплый пол, трубка теплого пола лежит змейкой под плиткой-мозаикой на бетонном перекрытии, на бетонной стяжке. Вот таким образом, зигзагом. Шагом примерно 10 сантиметров. И, соответственно, когда мы сейчас затопим баню, пока мы этого не сделали, теплообменники, которые вы видите, нижний и верхний, будут греть антифриз. То есть будут брать тепло от дымохода. Я именно поэтому утверждаю, что антифризные теплые полы и вообще отопление в Аймане именно бесплатное. Потому что это тепло уходит, по сути, в атмосферу. Да, есть пытливые зрители, которые говорят, но ты же гоняешь антифриз циркуляционным насосом. Ведь он же потребляет какую-то энергию. Друзья мои, ну, циркуляционный насос на первой скорости, если в системе всего лишь, ну, у меня где-то литров, наверное, 35, он потребляет как энергосберегающая лампочка. И поэтому я выношу это за скобки. Будем считать, что у меня просто в парной работает мощная, хорошая лампочка. И все. Остальное все бесплатно. Вы сжете дрова. Дрова горят. Они греют дымоход. Очень много тепла выходит в атмосферу. И именно это тепло я отдаю, вернее, передаю через теплообменники антифризу, который бегает по трубкам. И, например, сейчас, в теплое время года, будет попросту отдавать свое тепло полу. Итак, дорогие мои, и баня, банная печь, и титан, то есть дровяной душ, затоплены. И самое главное, не забыть включить циркуляцию. Меня многие спрашивают, а если забыть включить циркуляцию, что будет? Друзья мои, ну какое-то время ничего не будет, пока будет греться антифриз и не дойдет до критической температуры. Но потом, когда будет критическая температура, честно говоря, черт его знает. Конечно же, гидроаккумулятор, мембранный бак, возьмет на себя часть давления. Но вполне возможно, что антифриз попросту может потерять свои нормальные качества. Вот что у нас здесь дано. Дано у нас полтора бара. И вот этот мембранный бак, красненький, который вы видите на своих экранах, он регулирует как раз давление. Берет на себя лишнее давление. Я думаю, вряд ли может произойти какой-то взрыв. Я пару раз, если честно, забывал включать циркуляцию. И когда приходил в баню, здесь уже было градусов 40. Чувствую, что прям что-то не то. И включаю циркуляцию, она начинается, естественно. И, соответственно, никаких последствий. Начинает циркулировать теплоноситель. Начинают быть теплыми полы. Батареи, естественно, сразу, даже если я летом забуду это сделать, сразу батареи открываю, чтобы сбросить тепло. Но, вполне вероятно, если бы не было мембранного бака, то мог произойти и, конечно же, взрыв. Но я надеюсь, у меня такого никогда не будет. Посмотрите, друзья мои, как инфраструктура выглядит под полоком. Вы видите вот здесь циркуляционный насос. Он стоит, конечно же, на обратке. Здесь двумя кранами можно перекрыть систему и почистить ее. Стоит фильтр. А вот здесь стоит у нас... Что у нас здесь стоит? Перекрытие теплоносителя, доступа теплоносителя в радиаторы отопления. И, соответственно, есть также... Вот тут вы можете наблюдать перекрытие в пол. Но пол обычно работает всегда. Я его только иногда выключаю, когда начинаю зимой прогревать баню. Мне, в принципе, пол-то без надобности. Я его перекрываю, чтобы тепло не падало. И, соответственно, грею только радиаторы отопления. Потом, когда они уже горячие, пускаю тепло в пол. Только ради того, чтобы побыстрее прогреть те помещения, где будут у нас гости. Ну и где мы будем сами, конечно же. Обратите внимание, друзья мои, что я оставил себе возможность спуска из лишнего тепла, ну, скажем, куда-то наружу. Например, если бы оно у меня было, это лишнее тепло, я мог бы разместить на задке бани пару радиаторов в секции по 10. И вот у меня есть кран, есть заглушка в поле пропеления в обратке. Я мог бы пускать это тепло туда. Но за несколько лет мне такого не понадобилось. То есть все тепло летом поглощает пол, а зимой тепла даже иногда не хватает. Опять же, я грею комнату отдыха, а потом уже спускаю тепло в пол. Вот вы видите красненькая трубочка. Это как раз выход теплоносителя из подогрева пола. Ну и рядом вот эта возможность дополнительного контура. Оставьте себе, если будете делать. Вдруг действительно тепла у вас будет слишком много. Друзья мои, очень интересный момент. Смотрите, печка топится, ну, где-то 10, может быть, 12 минут. Берем наш термосканер и замеряем температуру в самом начале. Это старт дымохода с печки. 243 градуса. И тут же меряем температуру теплоносителя в теплообменниках. 37 градусов. 240, 37. Естественно, здесь я руку держать не могу. Но здесь свободно. И так же у второго теплообменника свободно. Чуть выше, можно посмотреть, сколько. 113. То есть вот здесь 240. Вот здесь уже 113. А теплообменники пока лишь 35-40 градусов. Вот таким образом работает разогрев антифриза. Я тепло, которое идет в атмосферу с дымом через дымоход, попросту пускаю в своих целях во благо, как говорится. Сейчас все тепло идет у нас в пол. И температура пола спустя, ну, соответственно, 15 минут топки печки. 22 градуса всего лишь. Друзья мои, 45 минут топки бани. Давайте войдем вовнутрь, в парную и посмотрим, что у нас здесь. Температура 57 градусов. Окей, что у нас с полами? Полы 40 градусов. Просто зашибись. Я в носках чувствую себя очень хорошо. Что с теплообменниками? Первый 74 градуса, второй 69 градусов. То есть никакого перегрева, никакой опасности перегрева теплоносителей нет. У меня даже теперь нет необходимости топить печку. Я просто буду подбрасывать по маленькой парешке, чтобы, так сказать, поддерживать ее в кондиции, в горячем состоянии. Камушки просто шепчут, как говорится, вода сразу испаряется. Так что все, можно звать гостей. Мы паримся при 60, 65 градусов. Пол идеальный. То есть нет такого, что внизу бани холодно, вверху тепло. То есть внизу у меня уже как минимум 40 градусов. То есть температура пола. Я еще немножечко помашу вениками и будет идеально. То есть везде будет одинаковая температура. Еще спрашивают, а почему у меня циркуляционный насос именно в парной? Можно же было его вынести? Можно, ребята. Но вот так я им распорядился. Он у меня полностью защищен от брызг. То есть никакого удара электрическим током или что-то подобного при попадании на него воды не будет. И он не разогревается сильно, несмотря на то, что находится в парной. Опять же, повторюсь, здесь воздух всегда 60, 65 градусов. А температура теплоносителя в обратке, она всегда чуть ниже. Даже если мы долго топим баню, все равно это будет 50, 55 градусов. Поэтому для циркуляционного насоса, системы отопления, это лайтовая температура. У него все будет в порядке. Вот так работает бесплатный антифризный теплый пол и бесплатное отопление. На которое я трачу только энергию на работу циркуляционного насоса. Как баню прекратим топить, я тут же вырубаю насосик. Вот так я это сделаю. Хопля! И все. Ну сейчас пусть работает. Так, и что у нас с титаном? Титан у нас тоже топится уже порядка... Ну, столько же, сколько и баня. Все, в принципе, я вот уже руку не могу здесь держать. Так, ну, горяченькая вода. Ее хватает, ну, где-то на... Если экономно мыться, на четырех человек. Если постоянно душ не льется. Вот четыре человека моются идеально. Ну, в принципе, так-то и, наверное, все. Спрашивайте, друзья мои. Задавайте вопросы. Критикуйте обязательно. И делитесь тем, как... А ты что-то притаился здесь. И делитесь тем, как организовано отопление в бане у вас. Ой, хорошо. Ай-ай-ай, горячо-горячо-горячо-горячо. Ай, прям обжегся. Ладно, ничего страшного. Все, друзья мои, будьте здоровы. С легким паром. Пока. Ай-ай-ай, горячо-горячо-горячо. Ай-ай-ай, горячо-горячо.